привет youtube выходные продолжаются самоизоляция тоже и по идее сейчас работать могут только организации которые обеспечивают жизнедеятельность человека ну то есть больниц полиция продуктовые магазины аптеки и так далее но на днях мне прислали пост небезызвестного для моей аудитории емельяна брауде пост называется я работаю напоминаю кто такой емельян брауде это тот самый гуру губ тп тугая писчика помните и коуч по натягиванию на лице лисьих пись глаз и всего остального думаю что многие из вас уже видели мой ролик обрауда и о его секте и понимают кто это такие кому интересно пожалуйста перейдите по ссылочке вот здесь она где-то сейчас вылетит и посмотрите весь ролик целиком так вот емельян накатала у себя в инсте целый пост для своих последователей если коротко то вот пожалуйста ребята лайк с того кого тоже достала это самоизоляция люди по-прежнему хотят выглядеть нормально ну так дайте им это вы сами себе закон и правило большинство клиентов вообще не боятся вируса и имеют отличный иммунитет карантин это новая реальность и пофиг что нельзя станьте во главе пищевой цепочки или вы или вас никто вам ничего не сделает особенно когда у вас будут бабки так что давайте пишите посты и сообщайте клиентам что работаете мы мотивация ну и пошло-поехало куча репостов от последователей мол да я тоже работаю хэштег нет карантину и пишут я вот ручки дверей и выключатели спиртом каждый час протираю так что у меня все стерильно власть нам не указ а дома вон можно и ширмы поставить стерилизовать и хоть оперировать не ребят ну все правильно губы же сами себя не наколят глаза сами себя на жопу не натянут бабла вообще много говорится не бывает поэтому запустим еще и трендовый инфопродукт спасательный антикризисный вебинар для всех косметологов как продолжить зашибать бабло это нелегко для зашибания бабла время ну знаете просто курс выживания молодого косметолога какой-то но думаю ладно окей это же брауды от него можно ожидать все что угодно но только неадекватности они собственно и в обычное время трэш творят а тут эпидемия ну как не навариться и знаете ребята вроде бы такое вполне типичное поведение для секты брауды заставило меня заметить проблему которая лежит прямо вот на поверхности но почему-то государство ее не замечает у людей из сферы услуг по сути в один день забрали доход а что с этим делать не сказали вот согласитесь сейчас у нас в стране вообще не понять что творится вместо карантина вели какие-то странные выходные которые как бы не выходные вовсе и когда они закончатся абсолютно непонятно а вот когда закончатся деньги очень даже понятно и это будет очень скоро а люди которые оказывают какие-либо услуги красоты ну там косметологи массажисты специалисты по ногтям и таких еще очень много вот они сейчас поставлены перед нелегким выбором или подчиняться законам морали и какой-то человечности но тогда придется искать способ зарабатывать как-то по-другому ну или умирать от голода либо пойти более легким путем но таким знаете незаконным и прямо скажем опасным и вот последние начнут принимать клиентов на квартирах ездить на дом или продолжать принимать клиентов в салонах красоты несмотря ни на что и друзья тут можно долго дискутировать что правильно а что нет как говорится сытый голодного не поймет вот только согласитесь оценивать свою жизнь выше чужой как-то неправильно звучит вообще-то как преступление не находите ну заболеют другие зато я с голоду не помру и вот многие сейчас скажут кать мне ну а что такого клиенты сами хотят привести себя в порядок это их выбор может им не страшно заразиться мастера тоже сами принимают решения хотят они помогать или нет и все же в ажуре все по взаимному согласию вот только не все из тех кому приспичило покрасить или сделать ногти адекватно воспримут всю опасность им же скажут да ничего страшного ребята вирус этот ваш тьфу обычный сезонный грипп мы масочку наденем и все будет зашибись и вы красавица и у меня в кармане шуршит ну что записываемся конечно только вот потом вместе поедете в коммунарку или склиф на анализы записываться любители красоты во время пандемии пожалуйста будьте аккуратными вот скажите вы не боитесь разве заразить свои семьи своих близких бегая по всем этим процедурам но я сегодня решила вместе с вами провести маленький эксперимент и проверить много ли среди мастеров тех кто готов забить на все запреты и на безопасность для этого я притворилась одной из неадекватных зашла в инстаграм и начала писать всем подряд косметологам парикмахерам массажистам мастерам ногтевого сервиса мол губы сдулись корни отросли попа в целлюлите ногти отвалились ребята спасать что делать у меня месяц чтобы все исправить выходные мне не помеха ибо красота требует жертв и вы знаете поначалу я прям приятно удивилась многие ответили девушка мы бы рады да только вот коронавирус в мире окститесь опасно незаконно давайте вот пройдет это все и сделаем все что вы хотите но увы не долго я радовалась за отказами посыпались и приглашение и вот пожалуйста вам записаться на губы можно на 4 апреля а коронавирус девочки это обычный грипп и молодым он не страшен а дальше вообще знать аргументный аргумент я не бомж и принимаю вас не в общаге у меня кабинет изолирован и обрабатывается друзья скажите мне при чем тут бомжи и общаги вот я сейчас не поняла какая-то у нас дискриминация у что простите коронавирусом только бездомные студенты болеют а вот следующий косметолог убеждал меня что все максимально безопасно у них вот стоят очистители воздуха скопления пациентов нет принимаю одного клиента в час и после него все дезинфицирую ну а вообще приходи к ты после карантина раз такая недоверчивая и вот вы знаете меня поражает та уверенность которой косметологи заявляют ну у нас же медицинская лицензия как бы есть значит мы как клиника работать можем я решила позвонить юристу и уточнить а действительно ли это так у нас есть указ мэра по городу москве в нем указано с 28 марта по 1 мая приостановить работу салонов красоты косметических спа салонов массажных салонов соляриев бань саун и иных объектах которых оказываются подобные услуги предусматривающие очное присутствие гражданина за исключением услуг оказываемых дистанционным способом в том числе с условием доставки и того друзья что мы имеем то есть сейчас врачи могут оказывать только те медицинские услуги от которых зависит жизнь и здоровье человека как вы считаете увеличение губ в эту категорию входит ну а что насчет незаконных даже в обычное время косметологов тех что колет на дому они оказывается тоже очень даже не против поработать и вот пожалуйста кабинет на дому приезжайте пишет мне одна из таких домашних косметологов я мне чела по стерильности бояться вам нечего ну окей я ж не адекваше как бы да мне мне бояться нечего я ради губ хоть на край света не то что на другую сторону москвы тогда я у нее спрашиваю слушайте а вы не боитесь санкции все дела там коронавирус бродит собянин колоть губы запрещает даже салоны все позакрывали ну а мне в ответ такой знаете типичный слив ну вообще-то я не беру пациентов из инстаграм у меня познавательно информационный контент да конечно давайте прямо сделаем вид что разговор до этого у нас просто с вами не было никогда никто не узнает что во время эпидемии вы губа накалыванием на хате барыжите ну правда друзья такие мелочи ну что поехали дальше маникюр вот пишу классная работа хочу ближайшие дни сделать у вас ногти да пожалуйста салоны конечно все закрыты но я не вижу причин не принимать я дома одна вся защита при мне маски дезинфектор антисептики с вас только маска ну и вопрос для меня конечно поступает а вы случайно никуда не улетали за последние месяцы страны нет ну серьезно вы правда считаете что девушка которая во время самоизоляции едет делать ногти честно ответит куда налетала я же все что угодно могу сказать как мастер это проверит что загранник у меня потребует или справку из больницы что я не больна эх вот это приходится уповать исключительно на честность ну разве эти глаза могут лгать скажите мне окей идем дальше другая мастер уверяет меня все будет нормально я принимаю исключительно по два человека и за всем слежу успокоила прям аж легче стало массажиста тоже оказалось вот не трудно найти прием на дому ну что месяцок антицеллюлитного и я буду полностью готова к окончании эпидемии и открытию купального сезона как вам идея думаю спрошу а точно все будет нормально вирус же а мне вот пожалуйста в ответ вы что сезонного гриппа боитесь чем коронавирус от него отличается если страшно сидите дома у страха глаза велики через месяц паника пройдет и вы поймете что не нужно было так бояться ну друзья что сказать но не бояться они понимаете не воспринимают в принципе всю эту эпидемию как угрозу жизни не воспринимают для себя а для других подавно слабоумие и отвага окей с домашними мастерами разобрались но вот вопрос а ко мне-то в гости кто-то готов приехать или я сама должна мотаться по городу я нашла парикмахера написала мол нужно мужа подстричь пожалуйста сможете приехать а то все позакрывалось просто кошмар в ответ любой каприз за ваши деньги вы из 500 рублей и снова да если вы конечно за границей в ближайшее время не были такое маленькое уточнение а так продезинфицирую все и при вас будут в маске и тут я думаю спрошу а указ президента нарушать не боитесь а мне в ответ у меня легальное разрешение и вот тут я прямо напряглась простить что легальное разрешение на махерские услуги лицензия на спасение от волосатости что ли на борьбу с отросшими корнями я про такое не слышала вот вы слышали напишите пожалуйста в комментариях и друзья вся эта проверка была сделана не для того чтобы сейчас этих мастеров которые согласились меня принять начали там гнобить и обвинять нет я специально обрезала скриншоты так чтобы лишний раз не акцентировать внимание кто именно согласился меня принять проверка была сделана с целью показать вам мышление и мотивацию этих мастеров как вы заметили многие просто не осознают серьезности обстановки они пытаются продолжить жить как привыкли боятся и не хотят принимать новые водные игнорируют их и что еще страшнее убеждают в безопасности своих клиентов а еще возможно на эту проблему обратят внимание чиновники ведь она родилась из-за непродуманных до конца и откровенно непонятных для людей ограничений но поймите нельзя просто так оставить людей без работы и не предложить им хоть какой-то вариант как им не умереть с голоду в москве огромное количество людей без регистрации которые даже не могут встать на биржу труда вот что им делать искать новую работу да но в нынешних условиях для многих просто ну просто невозможно а сегодня что им есть и поверьте не каждый из них будет сидеть и просто терпеть соблюдая новые правила не у каждого из них чувство ответственности настолько развито чтобы думать о других а что будет дальше штрафовать или сажать их за то что они заразили многих не знаю как им жить в новых условиях ну где-то около того я предполагаю так и будет и вместо того чтобы просто не замечать проблему может быть пора объяснить людям что им делать государство просто обязано заботиться о своих гражданах дорогие чиновники помогите сделать так чтобы у граждан в голове были не вопросы куда бежать и как выживать а четкий план действий чтобы вместо того чтобы паниковать и творить вот этот беспредел они без проблем могли остаться дома и никого не заражать понимая что с голода они не умрут ну а вам уважаемые любители красоты во время эпидемии хочу напомнить что в больнице морге и на том свете никому нет дела до причесок накачанных губ и целлюлита желаю всем большого здоровья мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео пока пока